Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok С этой Волторной у меня связаны первые шаги Я каким-то чудом поступил, не проходя музыкальной школы В специальную музыкальную школу при Московской консерватории по классу Волторной В девятый класс закончил И параллельно всегда занимался композицией Но никогда не считал это серьезным Но потом все-таки где-то на третьем курсе консерватории Меня что-то такое подвигнуло на то, чтобы заниматься более серьезно И в результате я закончил два факультета Духовой и композиторский После этого, как все советские студенты Не имеющие московской прописки Я оказался в Киргизии Где 10 лет достаточно успешно работал И как музыкант И был заведующий кафедры И даже секретарь союза композиторов А потом приняли решение Поближе к Европе перебраться И выбор пал на Белоруссию Очень симпатичный был образ у Белоруссии Поэтому мы переехали в Белоруссию Думали временно Но это временно уже больше 35 лет Работал я в музыкальном училище Работал я в драмтеатре Завмузыкальной частью Ну а потом руководил музыкальным обществом И с легкой руки И тогдашнего первого секретаря Обкома партии Леонова Василия Севастяновича Открылась филармония Где мне предложили быть директором Ну и с этого пошел мой административный путь Золотой шлягер Который был при филармонии Ну а в данный момент Я как бы как свободный художник Продолжаю писать музыку Сейчас слава богу стало больше времени Потому что меньше административных обязанностей И по мере возможностей Мы оказываем какое-то содействие Проведению концертных мероприятий Сирот Ягося Броу Знакомитые музыканты Композиторы Солисты Творчие люди Шмат хто лечить семью брайловских Родными для себе людьми И это люди стали моими уже родными людьми И мне очень нравится Когда звонит Владимир Вениаминович Здравствуйте Здравствуй наша дочечка То есть они меня зовут дочечкой своей Мне очень приятно Потому что мы знакомы Где-то наверное с 82-го года И до сих пор мы поддерживаем отношения Созваниваемся Навещаем друг друга Что очень приятно Я всегда когда приезжаю На родную Могилевщину Это волнительно всегда Ну человек в жизни очень коммуникабельно Очень простой И я лишний раз убеждаюсь Чем человек умнее Чем самодостаточнее Будь то музыкант Или будь то поэт Или человек любой профессии С ним очень легко и просто По стагодию творчасти За гэтый час Написаны сотни музычных творов У тем леку створены И значные театральные постановки Для меня очень дорого Такая баллада о Грине и Григе Первое произведение классическое Которое я полюбил Это было Сюита Пергюнд Грига И тут же я читал Алые паруса Грина И меня потом шуток Они у них же почти одинаковые фамилии Только один жил в Норвегии А другой в Одессе Такие вещи меня двигают А в принципе Если приходит Какая-то Допустим Театральная музыка Приходит Какая-то Ну за идея Сценарий Я уже этот сценарий Поворачиваю по-своему И предлагаю режиссерам Какое-то решение И так было со всеми Спектаклями Которые я написал Больше 25 спектаклей Музыку я написал Когда я работал в театре Еще одна Сдольность У Владимира Вениаминовича Организация концерта Гэта не меньш творшая работа Чем композиторство Уполненный юбиляр Я не могу Объективно Слушать свое произведение Но как человек Может быть Объективным К своему ребенку Он его любит Ему что-то дорого Если это не видит Не слышит Обидно просто Ну жалко Что может быть Что-то не донесли Или что-то мне Я не смог сказать Или оказался Не в том месте Не в то время Не тем людям Не то играем Это очень важно Тоже Поэтому Пусть это будет 10 человек Но это пусть Тронут эти сердца Или полный зал Который прыгает Я не осуждаю Эту музыку Но это другой жанр Это другой вид Творчества Я просто Это не мое Немножко Я даже не умею Этого делать Не умею Вот так Так Чтобы весь зал прыгнул У меня нет Такой задачи На протягу сяго Творчага життя Побыч Ягужонка Талиновитый педагог Вокала Людмила Брайлоуская Он любит организовывать концерты Это его болезнь Понимаете Из-за этого Он не пишет музыку Вот и все Так что Он у него Сел и что-то И сочинил Откуда я знаю Как это у него возникает Ну возникается Придет Позовет меня Послушай Ровненько В 1967 году Было издано Мое первое произведение В Москве В издательстве музыка Это детский сборник И в этом же году Я женился И у нас вот такой как бы Юбилей еще в семейной жизни Мы познакомились в консерватории Она была студентка вокального факультета А я с оркестрова переходил на композиторский У нас бы возникла такая студенческая семья И музыка Это была наша жизнь все время Я аккомпанировал в студии Где она преподавала Ее ученики пели какие-то мои произведения У нас всегда это было Было вместе Совместное какое-то творчество Сябры означает Что тут у Могилёв и Брайловским Створена особливая творчая аура Очень яркое качество И сразу узнаваемый Это мелодизм У него все произведения очень мелодичные Особенно что касается вокальных произведений Мелодии не похожи одна на другую И очень легко запоминаются Это говорит о очень яркой Ярко выраженной мелодии А я считаю для вокального произведения Особенно для вокального произведения Очень важно Чтобы оно было мелодичное Удобное в исполнении Мне дороги, во-первых, те, кто исполняют мою музыку Это все равно, что отдать своего ребенка В хорошие, надежные руки Это не преувеличение Это действительно так Если любят вашего ребенка Значит вы, соответственно, относитесь к этим людям Если любят мою музыку Это первые мои люди Которых я люблю И которые мне нужны И которых я считаю своими людьми Если еще это делается не по принуждению Бывает так, что иногда, ну просто надо и надо Есть люди, которые в моей судьбе Здесь, в Могилеве, сыграли какую-то очень существенную роль Есть люди, которые поддерживают меня В разные периоды моей жизни Это не обязательно музыканты Но и музыканты в том числе Кольки Твору Стольки и историй про их створение Дело в том, что я очень всегда хотел писать Песни, допустим Которые были бы любимы народом Так называемую попсу У меня никогда ничего не получалось Как у моего сокурсника Эдуарда Ханка У него все песни поет народ Прекрасно, замечательно Но у меня не получалось И есть одна беда Я люблю красивую музыку Усю же Тю Владимира Вениаминовича Просякнута музыкой А вот планами, як соправдный мудрец Юбилер не делится Задумки есть, а значит Буде и музыка Вдохновение оно есть, безусловно Оно существует Помогает или не помогает Но, допустим Когда тебе сказали, что завтра нужна партитура Произведение которого А времени у тебя 12 часов Вместе с ночью Какое тут вдохновение Завтра в оркестре должны быть ноты Вот поэтому Наверное, все-таки Когда есть стимуляция Вот когда это стимулируется Тогда откуда-то приходит То, что называется вдохновением А если ждать вдохновения Я думаю, вот ты же ничего просто не успеешь Разве не чудо и разве не странно Разные люди и разные страны Разных эпох и сюжетов интрига Что же здорово Что же здорово Что же здорово Что же здорово Глина и глина Субтитры подогнал «Симон»